Вот он, один учебник на все предметы. Называется он «Пластик Логик 100». Разработали его совместно российские и британские специалисты. Кардинальное отличие от простой электронной читалки – гибкий, не бьющийся материал на основе пластика. Вопрос стоит в том, что все учебные издания, которыми сейчас дети пользуются в книжном виде, должны быть оцифрованы и быть соответствующего качества в электронном уже виде. Когда эти две проблемы решатся, тогда, наверное, можно будет говорить о внедрении электронных учебников в образование. И к содержанию такого планшетника, говорит Ольга Смирнова, может возникнуть масса вопросов. Сама по себе читалка безвредна. Но ведь обязательно найдутся умельцы, которые внесут в текст учебника изменения. Тогда окажется, например, что Вторую мировую выиграли американцы или пирамиды построили гастарбайтеры. Главный плюс единого электронного учебника – носить книжки по пять, а то и восемь штук в день школьникам не придется. Детские спины разгрузят от тяжелых сумок, а глаза переживают родители и школьники. На зрение это может повлиять не самым лучшим образом. А так у электронных учебников очень много преимуществ. Библиотекарь Марина Брынских без работы остаться не боится. Как и все остальные участники учебного процесса, в целом она за электронную новинку. В ней, говорит, даже есть большой плюс. Ученик может забыть какой-то один учебник из нужных сегодня. А в планшетнике есть все, в том числе и обратная сторона медали. Школьника обеспечиваем учебниками на 100%. В этом году ребята получили все учебники. А стоимость планшетки, она, конечно, возможно будет здорово бить по карману родителей. Потому что они в данный момент очень дорогие. А если еще ребенок потеряет, то значит это будет нужно еще повторно покупать. К сравнению обычная электронная читалка в среднем стоит 6 тысяч рублей. Планшетник, предложенный Чубайсом, будет стоить 12. Правда, речь идет, говорят череповецкие педагоги, об оптовой цене. В розницу ценник будет уже в пределах 20-25 тысяч рублей. Умножить эту стоимость нужно еще и на количество детей в семье. Подружки Лиза и Алина сегодня пришли в библиотеку за учебником. Электронная книжка, считаю третьеклассницей, это хорошо. Но обычные учебники интереснее. Нам эти учебники нравятся. Почему? Не знаю, каждому предмету свой учебник. Они познают, учатся в что-то новом. Пока эксперимент с планшетником вместо бумажных учебников будет проводиться в Москве. По его результатам примут решение вводить ли электронную читалку повсеместно.